От политических репрессий в 30-е и 50-е годы прошлого века пострадало около 1200 муромских семей. Сегодня здесь у памятного знака встретились люди, которые не понаслышке знают, каково носить клеймо враг своего народа. Автор книги «Необыкновенные судьбы», член общественной организации «Мемориал» Владимир Туников, сын Кулака. О нелегкой судьбе своей семьи сегодня он рассказал всем присутствующим. Имение моего отца было расположено в Беларуси, недалеко от большого областного города Гомель. У нас было большое хозяйство. Мы жили на хуторе. Пять хозяинов, которых всех раскулашили. Всех забрали, все, что было, и детей разогнали, кто как хотел. Наша была очень большая семья. Дед, отец, мать и 12 детей. Самая старшая сестра родилась в 1906 году, а я, самый последний, 12-й ребенок, родился в 1926 году. Вот такое у нас было семейство. Мать с маленькими детьми перебралась в Гомель к старшей сестре. Отца угнали на строительство Беломорканала. Отец наш выжил, вернулся он в Гомель. Благодаря нашим родственникам мы построили себе дом и остались жить в этом доме. Непростая судьба была и у муромского поэта Льва Савчука. О нем рассказала член мемориала Надежда Щепицына. В 30-е годы прошлого столетия его отец стал жертвой сталинских репрессий. Впоследствии, работая в газете, Савчук написал много стихов и очерков, посвященных этой теме. Когда забрали отца, у матери осталось два сына. И этих двух сыновей она поднимала. Она вырастила их, выучила, дала им образование и постоянно была с ними. Она не вышла замуж, она отдала всю свою жизнь своим детям. Лев Константинович очень любил свою мать. Он посвятил ей несколько стихотворений, да не несколько, а много. И посвятил много стихотворений нашему мемориалу. История не имеет сослагательного наклонения. Ее не исправить. Единственное, что остается, сделать так, чтобы ни одна дата и ни одна судьба не были забыты. Репрессии, которые были в нашей стране, не имеют равных в мире. Ни в одной стране с такой жестокостью и беспощадностью уничтожались лучшие люди всех сословий, классов, профессий. Ушедшая власть не повинилась перед народом. Не нашлось сказать мужества, что были неправы. Сегодня у нас другое время. Я хочу сказать, пусть нас будет все меньше и меньше, но государство будет продолжать заботиться о вас. Сегодня мы не вправе молчать и не забывать эту историю. Мы должны говорить об этом молодежи, которые должны помнить это страшное событие 20 века. Траурный митинг завершился возложением цветов. Красные гвоздики на холодном граните напомнят горожанам о тех, кого уже с нами нет. Ольга Кирешина, Александр Симонов, Новости 24, Муром.